Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о кустарниках, декоративных кустарниках, которые цветут все лето. Многие садоводы с удовольствием высаживают у себя кустарники для того, чтобы зонировать участок, сделать живую изгородь, разбить его на определенные участки, создать какую-то композицию. И очень хорошо, если эти кустарники еще будут очень красиво цвести все лето. Сейчас я вам расскажу о нескольких наиболее распространенных неприхотливых растениях, которые вы вполне можете без всякого труда использовать, выращивать на своем участке. Если на вашем участке много солнечных мест, очень хорошо подойдет вот такое декоративное растение, которое называется гортензия метельчатая. Пышные соцветия, действительно в виде метелок таких, цветет практически все лето. При умелом уходе может вырасти большой куст, даже такое небольшое деревце, которое можно, в принципе, формировать, образуя из него какие-то интересные композиции или даже какую-то живую изгородь делать. Очень декоративно смотрится кустарник под названием Вейгела. Вот ее цветочки, такие четыре лепесточка у них, очень напоминают маленькие звездочки. От белого цвета до пурпурного цвета бывают. Она зацветает, основное цветение у нее в июне месяце, но повторное в конце лета, конечно, не такое обильное, но тем не менее практически все лето у вас на Вейгеле будут цветочки. Еще один очень декоративный и, главное, неприхотливый кустарник, за которым практически можно не ухаживать, таволга. Нам он чаще известен под названием спирея. Цветет точно так же практически круглый год. Цветочки от белого до вот такого фиолетового красивого цвета. Кустарник очень активно разрастается, если его подстригать, он начинает активно расти в ширину. Вот как раз живые изгороди, какие-то зоны отгораживать с помощью спиреи очень хорошо и просто. Ну, конечно, королевский кустарник, цветущий все лето, это роза. Роза, не забывайте о том, что она имеет шипы. Из нее делать можно хорошую живую изгородь, которая будет труднопроходима, но при этом не забывайте, что вы и сами можете поколоться об нее. Сейчас выведены самые разнообразные сорта роз, которые устойчивы к болезням, к вредителям. В садовых центрах, как правило, огромный ассортимент роз. Еще один интересный кустарник, действительно, который цветет все лето. Вот он летом начинает цвести в начале и до первых заморозков фактически. Будлея называется он. Часто его называют летняя сирень. Действительно, кисти его чем-то напоминают цветки сирени. Очень нежный аромат источают, привлекают к себе многих насекомых. Вырастает кустик довольно большой, до пары метров высоты, и довольно плотная зеленая масса у него. Он любит солнечные места, хорошо освещенные, хотя поверхностная корневая система, поэтому, естественно, требует достаточно частых увлажнений. Очень хорошо можно использовать на клумбах. Если вы в цветниках ее используете, то ее используют для заднего плана, потому что растение все-таки высоким получается. Еще одним кустарником, который будет, безусловно, радовать вас все лето своими цветами, является олеандр. Вот, к сожалению, в наших условиях олеандр не выживает, вымерзает он зимой. Поэтому его можно вполне использовать как кадочную культуру на зиму, занося в прохладное помещение, где он будет и дальше спокойно развиваться. Но имейте в виду, олеандр растение ядовитое. Если у вас есть маленькие дети, конечно, лучше его не высаживать. Итак, сегодня я вам рассказал лишь о некоторых кустарниках декоративных, которые цветут на протяжении практически всего лета. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а еще лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok